В эфире специальный проект телеканалу Интер. Мир чи війна. Продовжуємо говорити про конституційну кризу. В першій частині була дуже гаряча така дискусія. Повертаємось до теми. Нестор Шуфрич, ви не договорили. І далі рухаємось. Спасибо. К сожалению, уже господина Ігоря нет. Давайте разберемся в страхах президента. Кстати, очень интересный тезис и позиция Игоря. К сожалению, я надеюсь, он нас слышит. Я еще раз хочу высказать ему уважение. Хотя он представлял в конституционному суді нашого абсолютного политического антагониста, но його смелость і відкритість достойна уваження. Так вот, страхи президента. Ми один страх нашли. Страх после тотального пораження на містних выборах. Тотального. Он даже не третий. Если там сегодня третье или четвертое, пятое место займут слуги народа в национальном рейтинге. То есть они перестали доминировать, как политическая партия номер один. Второй его страх, он его сам высказал, как пришло, знаете, я в Касповинной на РНБО. Он говорит, а какие еще сюрпризы ожидать от конституционного суда? У них там законы про землю, казино, язык и еще один закон назвал. Про медицинскую реформу. Про образовательный закон. То есть они сегодня, правильно говорит Николай, они сегодня уже не думают про это решение. Я сейчас к нему вернусь, буду апеллировать к Андрею. У меня возникает вопрос. Да, закон про языки, он поддерживает, он по-разному оценивается разными политическими партиями. Мы, Николай, и я считаем, что этот закон ущемил права граждан, которые говорят на русском, на венгерском, на саловатском языке, на румынском языке, использовать свои родные языки, им навязывается использование украинского языка. Мы ждем решения конституционного суда. Но такие законы, как закон про землю, который не был поддержан вниманием двумя третями населения Украины, закон про казино, сделали наши коллеги представление, если я не ошибаюсь, не поддерживает более 80% наших граждан. И мы, они все, они все сегодня стали предметом рассмотрения конституционного суда. По земельной реформе есть два представления. Наши, с Николаями, нашими товарищами, и три. Даже три. По-перше, про тлумачение конституции, и два, подание про неконституционный закон про обеих земель. Поэтому страхи президента понятны. Конституционный суд, который сегодня отвечает за конституционность законодательства, может, имеет все основания в нашем понимании, отменить эти законы. Но что меня удивило в этой ситуации? И почему я уверен, что именно следующие рассмотрения являются настоящими страхами президента? Пане Андрею, вспомню, я до вас перехожу на украинскую мову. Дивите, дивна виявилась ситуация. Когда в 2014 году голосовали законы антикоррупционные, все знали, что там есть неконституционные нормы. Все знали, связывали безвизом, МВФ, предлагали, что нужно сейчас проголосовать, а потом напротив шести месяцев выправим. Пане Сергею, было так? Да. Было, именно так и было. И больше того, мы и голосовали за это. Даже я голосовал, и нам дали слово, что все будет выполнено согласно с требами Конституции. То есть, Порошенко и Аценюк в своем турборежиме на свой манер протягнули антикоррупционное законодательство, которое не соответствует Конституции. И вместо того, чтобы Зеленский сказал, что я получил еще один сюрприз и мину от Порошенко, сейчас буду ее выправлять. Вы создали такой хайп, что чуть не сруйнували Конституции порядок в стране. Есть претензии к конкретному суду Конституции. У нас виписана процедура притягнення его до ответственности. Працюйте. Но не можно лякать кровью, лякать знову улицей, лякать семьи судов Конституции. Это неприпустимо, пане Андрею. Если вы сильная влада, вы не должны обратиться к послуг Парасюка. Я побачу под Конституцией судом Парасюка, которому даже в Львове уже гарбуза дали. Его из Львова выкинули из депутатства. А вы его снова вербаете на работу. Разом и с соросятами, которые там бешкетовали и шабаш вчинили. С погрозами позбавления жизни судов Конституции. Ну, как таке может быть? При президенте, который выступает гарантом Конституции и прав громадян. Сейчас отвечает Ирина Герасченко. И Павло. У пана президента нет страха. У пана президента есть ответственность за страну, ответственность политическая и ответственность особистая. Я побачил под судом не только Парасюка, а много мужчин и девочек с светлыми очами, которые могут потерять надежу. Надежу на европейский развитие государства. На европейский путь развития государства. Надежу на продолжение безвизовых отношений. Пане Андрею, вы, пожалуйста, что перебиваете? Одна ремарка. Плакат, что прекращение полноважений судов Конституции происходит в разе их смерти. И таких плакатов будет 50. Как так это может быть? Дискуссия уже. Будь ласка, можно уже до вашей дискуссии доеднатися? Потому что я уже годину очекаю, когда хлопцы прекращают сварку и дадут слово так же опозиции. Вы знаете, очень интересное вопрос, действительно, про страхи президента. Я переконана, что, на жаль, в своей некомпетентности и инфантилизме он взглякался кількох вещей. Первое. Очевидно, что руйнувание антикорупционной инфраструктуры началось не с этого решения Конституции. Влитку было решение по, как вы правильно сказали, по НАБУ. И мы не видим, а не от президента, который является инициатором законодательной инфраструктуры. Жидко, это сейчас не про президента. Про надежду каждого человека. У нас есть антикорупция проблема. Пане Андрею, дайте мне мои 2 хвилини, пожалуйста. Пане Андрею, дайте мне 2 хвилини, пожалуйста, сказать поди. Вы знаете, про надежду. Первое. Наша команда приняла антикорупционное законодательство и дала надежды. Другое. Почали руйнувать антикорупционную инфраструктуру. Решения по НАБУ. И потом, манайбільшість проголосовала абсолютно про непрозоре формование комиссии по САП. Я думаю, что Зеленский, конечно, знал, какие решения Конституции готуются. Но что его взлякало? Первое. Это реакция суспільства. Такого не ожидал. Другое. Реакция международных партнеров. И третье. Про что он кричал на заседании Ради нацбезпеки и обороны, нам не дадут грошей. Потому что докерувалася ця зелена влада до того, что уже сдачу не мает чем дать. И у нас действительно величезная дирка в бюджете более 150 миллиардов. И без запозичений абсолютно эта держава не. И ця влада не витримать. И, власне, вместо того, чтобы президент Зеленский действительно попросил разъяснение Конституции. Приехал к парламенту со своими инициативами. И в условиях политической кризи разом с парламентом шукал шлях конструктивного повернення брехни за криминальной відповідальность за брехню в декларациях. И есть декларование. Он действительно влаштовал, это удивительно, у него же есть юридическая освета. Он влаштовал какой-то антиконституционный закон, подав до Верховной Ради, спробовавши в такий способ перекласти ответственность на парламент в неконституционное развязание этой кризи. И больше он даже со своей фракцией не говорил про этот закон. И она за это очевидно больше голосовать не будет. Но опозиция уже подала пропозицию как выйти из этой кризи. И мы действительно можем уже наступного тижня сессийно приняти закон, который будет повертать ответственность за декларирование абсолютно спокойно это вырежет. Как это было в 2019 году. И користуюсь нагодой про коронавирус, потому что это ключевая кризия. Интер имеет многомиллионную аудиторию. Я хочу обратиться к всех лекарей, которые сегодня не получают 300% надбавки и лекарей, которые перехолели и не получают страховку. Звертайтесь до меня, и до всех коллег, которые сидят в студии. Мы будем выбивать, чтобы вы эти страховки получили. Это очень важно. Спасибо. Спасибо. Пан Андрей, вы сейчас можете ответить. В конце концов. Я даже не знаю, кому ответить. Нестор Иванович. Суспільство. Я хочу ответить для общества, потому что у нас есть, как вы все сейчас видели от депутатов, одна проблема это президент. Это не так. Это тоже проблема. Это не проблема. Это надея Украины. И есть надея на то, что мы будем защищать проевропейский рух державы, мы будем защищать антикоррупционное законодательство, мы должны лучше бороться с коррупцией. У нас не все с судовой системой, мы сейчас увидели, у нас не все с Конституционным судом, мы будем продолжать постановые изменения. керуючись Верховной Радой, законами, постоянно изменять действие. На жаль, мы не получили хороших судей, Конституционного суду, мы не получили хороших законов, здесь есть проблемы. Мы их будем вырешивать, но шлях, что мы хотим побудовать страну без коррупции, и проевропейскую, он не изменен, и мы будем его продолжать. Дякую. Это полная ответственность. Тогда движемся дальше. Андрей Боровик, пожалуйста, вы тягнули руку, давайте, как эксперт. Мы очень мало вам говорили, что мы не говорили, что мы не говорили, что мы не говорили. Дивите, самое главное вопрос, которое точно всех сейчас интересует, в нас заберут безвиз, или нет? Я за безвиз не отвечаю, и есть определенный механизм, как его получать, как его позвести. Я безвиз не давал, поэтому забрати его тоже не могу. Я лучше про иное, чтобы люди просто понимали. На самом деле сейчас есть два выклики, он не один, потому что оно все смешивается в один казанок. Один, это Конституционный суд Украины, другий, это решение, которое они видели 27 числа. Что до Конституционного суда Украины, мы знаем, есть три вакансных места наразе, мы знаем, что в Конституции прописана конкурсная процедура выбора судов, поэтому эта конкурсная процедура должна быть имплементована в закон про Конституционный суд, четко выписана, опыт в Украине, что для выбора судов есть, суды ВИС антикоррупционного судов, выбора на открытом конкурсе, и таким можно запомнить эти вакансии. Это один из вариантов. Есть вариант президента, который, я бы сказал, хороший политический крок, но далеко от правового. В решении будут в зале политики. Есть вторая проблема, это антикоррупционное законодательство. Если бы решение было выписано четко, понимаемо, что дальше делать с этим, то есть, где, какие проблемы по каждому пункту, который был отменен пункт и статью, то тогда, скорее всего, не было бы этих дискуссий, уже в второй неделе, уже в конце второго неделя, не обговорили то, что про что это решение. Проблема этого решения, что оно очень загально описывает, чим суддов не задовольнило умовно не суддов, а чим на их думку не отвечают эти пункты и статьи Конституции. Поэтому быстрого решения этого вопроса точно сейчас нет. Варианту просто повернуть то, что было, но, наверное, это вариант, потому что Конституционный суд ему будет потребен, мабуть, хвилина для того, чтобы его снова отменять, потому что они уже это видели. Поэтому, на жаль, доведется вписывать каждую статью, каждое реченье, каждое слово, каждую кому таким чином висшукывая, что же хотел сказать Конституционный суд. И на это нужен час, и нужно, скорее всего, какое-то объединение экспертных думок и политиков, для того, чтобы это решение, такой вариант отримать, и дальше, чтобы он получил поддержку в зале. Я правильно понимаю, что, с вашей точки зрения, это не швидкая речь, это кризис растягивается, я правильно понимаю? Я не говорю, что кризис растягивается, я про то, что решить за одну ночь, за два дня это вопрос, фактически, я бы сказал, что невозможно, хотя нет ничего невозможно. У меня не такое решение, пане Андрій. Игорь Сліденко сказал про то, что, пожалуйста, обратитесь за разъяснением в суд, и судья разтлумачивают, где и что они имели на увазе. Это только на закатах надо обратиться, или депутаты тоже могут обратиться, парламент может обратиться. Что до разъяснений, всего, что происходит, моя личная думка, последний неделю. Если решение было качественным, выписано четко, то вряд ли мы видели пана Сліденко на стольких эфирах, навряд ли бы главе суду доводилось давать стольких брифингов на то, чтобы пояснивать, а про что это решение. Так, навыщем выписывать это решение таким чином, я еще не закончил. Таким чином, чтобы никто не мог его зрозуметь. Про что оно? Почему скасованы те пункты и статьи, про которых даже те, кто подавали подание, не просили? Зрозумела ваша думка. Павло Козырев, глава Ассоциации Малих Мистов Украины. Дайте мне слово вам слово. Прошу. Николай, если что город в Украине, где будут выборы второй тур 12 ноября, это Украинка возле Киев. Ну так Одесса миллионник, а Украинка... но я хотел бы сказать две вещи. Первое. Я впевнен, меня поддерживают сотни тысяч государственных службовцев. Вот я, когда был мером, потом работал податковцем, заполнил эту электронную декларацию. Я хотел пошматувати себе, эту декларацию, средовище, тех, кто ее сделал. Это всем кругом ада. Я видел людей, обычных службовцев, которых переследовали, за то, что они на день прогавили термин, за то, что сделали дробные ошибки. Натомисть, вот в том славном месте Украинка балотируется человек на второй тур, которого десятки, несколько десятков земельных маяток, автивки, яхты, все дела. Он был только чиновником и никаких проблем. И другая штука, я про справедливость. Смотрите, я уверен, и тут уверен, что меня поддерживают громады, все громады Украины. Громада должна иметь право возвращаться в КС. Например, в Польши так и делают, потому что когда уряд или парламент позволяют громады каких-то прав або позбавляют грошей, а таке бывает, ну давайте визнаемо коллеги, то громады нема куди пойти по защиту своих интересов. Бо обычный суд судить по законам, которые приняли вы. Поэтому я уверен, что если мы про справедливость и в этом случае, то громадам нужно дать право обратиться по защиту своих интересов в Конституционный суд. Спасибо. У нас осталось 5 минут, поэтому очень тезово стесно. Я думаю, что эти 5 минут нужно присвятить одни темы. Как же выйти из всей ситуации? Я думаю, что видение каждого из вас имеет значение и ценности. Пан Сергеевич, все простым, нормальным языком написано честно и конкретно. Поэтому мы внесли законопроекти 3, которые полностью соответствуют решению Конституционного суда. Первым законопроектом мы поновлюем полностью это законодательство, которое было, которое называлось закон о защиту коррупции. Единее, что мы пишем, этот закон не используется для судов, потому что суды декларуют согласно с законом про судовострый статус судов. Крапка. Далее, мы берем все повноважения на ЗК, которые были, передаем их относительно судов такому органу, который называется Высшая квалификационная комиссия судов, и которая перебывает в середине судовой гилки влади. Так она же не работает уже давно. Я погоджусь с вами. А почему не работает эта окремая история? Мы предбачили перехидный период и кто будет выполнять эти функции. И третье, и третье, мы выкладываем в новой редакции статтю 366.1, которая запроводжает криминальную ответственность за неподдание декларации или поддание неправдивых відомостей в декларацию. Это все можно сделать очень легко. Однако, эта дискуссия политизируется. Для того, чтобы нас отволок от результатов местных выборов раз, от страшной ситуации в экономике два, от того, что ничего не происходит с пандемией коронавируса и влада не способна нормально защитить граждан от пандемии. Как ничего не происходит? Уже 10 тысяч. Нет, в том смысле, что влада не может защитить людей от пандемии коронавируса. И третье, это атака на Конституционный суд, потому что в Конституционном суде находится закон про землю, закон про гральный бизнес, закон про приватизацию и так далее. Дякую, пану Сергею. В первый день после этой кризи наша фракция так же подала законы про восстановление ответственности за брехню в декларациях. И сегодня мы зарегистрировали законопроект про обранье судов через такую конкурсную комиссию как антикорупционный суд. Это можно действительно решить. Мы пропонуем это сделать следующего недели. Мы были готовы вчера. И обратите внимание, Зеленский, который истерил в понеделок, исчезли с этой темы, исчезли с радарей и уже ничего не происходит. Но почему он так же влаштовал эту истерику? В условиях, когда влада стекает сквозь пальцы, но когда есть своя прокуратура, свой ДБР, нет уже большинства, потому что все законы принимаются 200 голосов, а не 226 большинства. Нужно еще свой Конституционный суд. И под шумок он просто хотел 6 от себя, 6 от парламенту, чтобы зашли 12 своих и просто насправді монополизировать еще Конституционный суд. Приймать потом будь-якие свои бздури и не иметь никакой гарантии, чтобы их как-то общество могло зупинить. Дякую, пані Ирина. Пан Нестер, пан Микола. Как витиск? Мы по несколько слов каждый. Вы знаете, я считаю, что есть такая простая фраза, говорит, когда не знаешь, как поступать, поступая по закону. У нас есть Конституция, где есть разделение, мы сегодня уже несколько раз об этом говорили, разделение властей, законодательное, исполнительное, судебное. У каждого есть свои четко очерченные согласно Конституции функции. Мы совершенно забываем о том, что среди тех законов, которые рассматривались, есть законы ключевые с точки зрения Конституционных прав граждан. Закон о медицине это ключевой вопрос. Уж у нас по Конституции медицина бесплатная, а по той медицинской реформе, которая у нас на сегодняшний день проходит, граждане вынуждены платить. И пока этот закон не рассмотрен. Таких примеров очень много. Нужно защищать права граждан, потому что четко исполнять Конституцию. И другого пути абсолютно у нас нет. Буквально одна оценка. Посмотрите, 4 года попередники не могли реализовать антикоррупционные законодательства и поймать коррупционеров. Может быть не хотели ловить себя. Но почему новые не хотят ловить предыдущих, потому что уже видно у себя появились такие же и не хотят, чтобы их ловили потом. Но что меня возмущает в этой ситуации, вопрос выеденного яйца не стоит. Одно голосование и мы все исправили, как это сделали с подобным законом про незаконное обогащение в прошлом году. Но меня возмущает то, что вы радикализируете улицу, нанимаете на защиту себя радикальных элементов типа Поросюка. Я это ощутил с Николаем на себе в Одессе. И кстати, Труханов сегодня тоже после того, как попередники отошли в сторону, нанимает себе на работу радикалов, они нападают на журналистов. И вот эта радикализация улицы чревата новыми очень трагическими последствиями как и для моего любимого города Одессы, так и для всей страны и для Киева. Поэтому будьте ответственными и не бойтесь Конституции. Андрей Матовалев, пожалуйста, и завершу второй блок. Это будет финальное слово. Бег влады было очень много сказано, вы как представитель тут Моя Конституционный суд поставил против президента, и это ганевно. Мы понимаем их подальше план, все мои оппоненты так чудово забыли, что есть еще падение против антиколомойского закону, который они тоже хотят швиденько взглянуть. Он антиконституционный, конечно, причем тут Коломойский. У нас есть обязанность в стране. Когда мы получили антикоррупционную реформу, мы не должны его сгортать, мы должны его увеличивать, покращивать и делать все, чтобы півтора года уже покращивать. То есть им не нравится суд, они если вы договорили, если Канституционный суд объявил народу, Украину войну, мы принимаем выключ и будем воевать. Крапка. На жаль, мы должны идти на рекламу, в третьей части продолжим говорить про COVID и что ждет на страну в зиму. Проблемо за 10 минут. Редактор субтитров